Вот три упаковки, которые меня очень сильно интересуют. Ну, здесь, я подозреваю, опять, да, стекло не столь интересно, а вот здесь прям очень-очень-очень. При всем при этом не успею я на него сделать никакие тесты, потому что мне его сразу нужно будет отправлять. Вот есть такая штукенция, называется она дропшиппинг, если не ошибаюсь. Это когда ты у себя на слайде ничего не держишь, ничего не закупаешь, а ты подаешь рекламу, и если у тебя кто-то покупает, ты скидываешь кому-то, и он это отправляет, а ты вилку себе кладешь в карман. Ну, некоторые вещи, судя по всему, так и происходят. Свежая модель в моем ассортименте, ну, я подозреваю, она будет у меня стабильно находиться, потому что она очень интересная. Что это у нас за модель? Это у нас Lenovo Vibe, Vibe, Vibe здесь есть вообще, нет? Нет, здесь нет Vibe, здесь есть P1, Lenovo P1. Оп, не хочет что-то нафокусироваться. Ну и ладно, что из себя представляет комплект? Давайте с комплекта начнем. Есть у нас адаптер, он тяжелый, прям я не знаю, очень тяжелый. Давайте посмотрим его характеристики. Ну, вы знаете, как-то плохенько все это дело отражается, ну, давайте почитаем. На выходе 5,2 вольта, 2 ампера, или 7 вольт, 2 ампера, или 9 вольт, 2 ампера, или 12 вольт, 2 ампера. Ну, двухамперник достаточно мощный, говорят, что такая мощь даже абсолютно ни к чему, вроде как лучше более слабенький какой-нибудь адаптер для этого дела использовать. Давайте посмотрим глубже, что у нас есть. Глубже у нас есть кабель стандартный, и есть вот такая вот коробочка. В этой коробке у нас находятся элементарные вещи, что-то с QR-кодом, с рекламой чего-то, инструкция на всем понятном китайском языке. А японский, вот раньше Соньки, когда вышли, первые приставки, вот японский язык все изучали, чтобы понять, как пройти тот же самый Resident Evil. Вот, а сейчас, ну, китайский, ну, кто его знает, этот китайский. Ну, да ладно, коробка эта интересна, выглядит красиво, упаковка вполне сойдет на подарок. Значит, сам телефон, ну, вы знаете, достаточно приятно, он сидит в руке. У меня по какой-то причине сразу захотелось пальцем вот здесь привести. У меня был HTC One Max, здесь, соответственно, у него находилась такая вещь, как сканер отпечатка пальцев. Здесь этого сканера нету, и не совсем понимаю, каким образом твоя крышечка должна сниматься, потому что здесь, видите, нарисовано, что здесь находятся слоты для карт памяти и для сим-карт. Как все это дело открыть, я пока не знаю. Надо посмотреть, надо подумать. Итак, открыл инструкцию. Не часто это делаю, но на всякий случай в этот раз решила открыть инструкцию. Вот здесь вот есть маленькая такая вот выемка, и в этой выемке все это дело открывается. Значит, внутри у нас находится, не знаю даже, как правильно сказать, слайдер, не слайдер. Видите, как интересно. У нас сюда, оказывается, нужны наносим-карты. Учитывайте этот момент. Сюда нужны наносим-карты. Вставляем. Ну, сюда можно вставить microSD. К сожалению, на вскидку сейчас не скажу, до какой мощности поддерживает, до какого объема памяти поддерживает флешки. Я думаю, у меня придет следующий телефон, и я смогу сделать более полный обзор. Опять же, ребят, да, то есть, если вам интересно, да, напишите, что вы хотите увидеть в обзоре. А я пока его буду включать, и заодно менять батарейку на фотоаппарате. Так, давайте поищем язык, который нам подходит. В нашем случае это будет русский. Значит, этот телефон настолько интересен, вот оставшееся время работы до 57 часов 29 минут. За счет чего так получается. Все до безобразия просто. Здесь аккумулятор 5000 мАч. Я вот не совсем понимаю, по какой причине он не видит сеть. Не той стороной, может быть, я ее вставил. Может быть, ее вот так вот надо. Да, точно, ребят, вот здесь с Боппой есть кнопка. Ее надо переключить. После этого, смотрите, все прям сразу заработало. Он считает эту крышку закрытой. Так, ну, что нас интересует в первую очередь? Нас интересует мобильный интернет. Это очень интересно. Значит, я вставил сим-карту 4G, сим-карту МТС. И, видите, 4G без проблем ловит. Ну, в следующих обзорах я вставлю зато сюда еще и Beeline. Значит, что у нас? Play Market у нас есть. Play Market у нас работает. Ну, предметнее, но можно будет позже опять же посмотреть. Ну, знаете, вот с одной стороны вот этот щелчок как-то непривычно. С другой стороны, вот это одновременно является сканером отпечатка пальцев. Очень удобная, на самом деле, функция. Когда вот ей начнешь пользоваться, без нее потом обходиться не можешь. Ну, в качестве снимков, я подозреваю, надо будет опять же делать отдельный обзор и, собственно говоря, от этого отплясывать. Давайте посмотрим, что у нас пришло. Помимо всего прочего, у нас пришло стекло. Опять, да, мой любимый продавец. И по какой-то причине он теперь все это дело взял и в пенопласте прислал. Ну, смотрите, да, то есть зазоры минимально, да, то есть стекло подошло очень хорошо. Единственное, да, на камеру отдельного выреза нет. На камеру отдельного выреза нет. Хорошо или плохо, мое мнение. Давайте не будем учитывать. Я считаю, что так быть не должно. Чехол Нилкин серия Спаркли. Вы знаете, я привык то, что вот Нилкин у него здесь сквозное, да, даем отверстие, как сказать, форточка. Потому что чехол этот, ну, на Asus имеет функцию Flip Cover, да, то есть не открывая, можно что-то делать. Здесь, не знаю, вообще вот эта функция есть или нету, или тут можешь просто посмотреть там какие-то там пропущенные, время, что-то еще. Давайте попробуем в настройке. Вот смотрите, сразу доступно обновление системы на новую прошивку с P1-A42, S285, S16-A52, RAU, до P1-A42. То есть, ребят, телефон сразу по воздуху готов обновляться. О чем это говорит? Это говорит о том, что очень хорошая прошивка здесь стоит. Сделаем поярче. Не вижу я здесь Flip Cover, в любом случае, с этой стороны такой ребристенький, выдавлено Нилкин, боковым кнопкам свободный доступ, сверху все открыто, снизу все доступно. Вполне симпатичное качество. Теперь вот тебя вынуть, чтобы периодически у меня вот с выниманием телефонов из чехлов происходят какие-то проблемы. Ай, если да, то чтоб тебя. Ну, в этой ситуации мы просто, наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. С помощью лома какой-то там матери я все-таки вынул его из чехла. И давайте с вами примерим стекло, защитное стекло от Нилкин. Вот все-таки вот этот дятел, который у меня там что-то жужжит, вот я вот его не понимаю, что вот он делает. Вот что вот так вот долго и нудно можно жужжать. Значит, здесь внутри полный комплект для монтажа. Здесь находится одна штука, одна штука, одна штука, ну и что-то я вот это прочесть даже не могу. Так, вы понимаете, что это такое? Я не совсем понимаю, что это такое. Вот очень похоже на... Даже не знаю, на что это похоже. Ну вот оно здесь есть. Для чего оно здесь нужно, я не знаю. Давайте посмотрим само стекло. Само стекло встает хорошо. Зазоры минимальны, да, то есть в этом отношении. Это Нилкин, ничего там нового увидеть я и не думал, что увижу, что какие-то проблемы. Единственное, какие проблемы могут быть с Нилкин, это, ну, разбилось в дороге. И, опять же, чтобы оно разбилось в дороге, ну, это надо очень сильно постараться. Да и ладно, что удивительно, да, телефон большой, достаточно тяжелый, по качеству все сделано очень даже. Давайте посмотрим, насколько он громкий, например. Заходим мы в настройки. Как вот посмотреть, насколько громкий телефон, когда у тебя дятел с перфоратором, смотри, это... Кстати, вот очень интересно. Не понимаю я, да, вот NFC написано, что здесь есть. Реально, у Lenovo у нее есть две модели. Вот там 58-я, по-моему, и 72-я. Они немножечко отличаются. Одно из их отличий, это вот как раз наличие беспроводной вот этой вот возможности, там, оплатить телефоном, ну, там, метро, автобус, троллейбус, трамвай, привязать карту банковскую к нему. Здесь, по идее, не должно этого было быть. Вот что-то вот высвечивается. То ли это ошибка, то ли это просто вот есть, но на самом деле не работает. Мелодия и громкость. Так, и давайте посмотрим. Звук идет с нижних колонок, динамиков, да, и, судя по всему, звук получается стерео. Звук идет с нижних колонок, динамиков, да, и, судя по всему, звук получается стерео. Вот это тихая мелодия. У меня звук вполне устраивает. Значит, по определенным причинам я подыскивал, да, с Asus'а на что перейти, брал Lenovo Vibe Shot, ну, у него аккумулятор 3000, меня оно никак не устроило. Вот здесь аккумулятор 5000, поэтому вполне возможно я на Lenovo Vibe P1 перейду, смогу делать более предметные какие-то обзоры. К нему, к сожалению, не столь много аксессуаров, да, но там что-то, я думаю, наверное, смогу найти, смогу сделать какие-то отзывы. Вот заведу сейчас отдельный раздел на канале, он будет называться Lenovo Vibe P1, и, собственно говоря, там будут тесты и распаковки там предметов для него. Еще раз, да, этот телефон регулярно будет у меня в наличии, сможете вы его купить по цене продавца плюс пересыл. На данный момент, как ни странно, он стоит всего там 80 небольшим тысяч. То есть вот за достаточно интересные, хорошие характеристики это, в принципе, ну, абсолютно не цена. За сим, думаю, все. Оставляйте комментарии, заходите в группу ВКонтакте, смотрите отзывы о распаковках, оставляйте там свои. И, собственно говоря, жду ваших комментариев, замечаний и каких-то там, может быть, там, предложений, изменений относительно того, как теперь стало обрабатываться видео, да. То есть мы сейчас с тем, кто это делает, притираемся, пытаемся понять, как это должно выглядеть. Ну и, собственно говоря, развлекать будем вас, поэтому, ну, ждем от вас каких-то замечаний. До скорых встреч!